Дорогие друзья, дополнительные материалы для изучения английского языка вы можете найти в нашем телеграм-канале. Переходите по ссылке в описании и выполняйте интересные задания, проходите увлекательные викторины и переводите жизненные и юмористические цитаты. Все это поможет закрепить вам свои знания. Приятного просмотра! Диалоги на каждый день Диалог первый Случайная встреча друзей Прослушайте следующий диалог вначале без перевода, а затем с переводом и пояснениями некоторых фраз. Мы советуем запоминать данные диалоги наизусть, чтобы в схожей ситуации вы смогли быстро вспомнить фразу и применить ее. Привет, Bob. Where are you running to? Why such a rush? Привет! I'm meeting Jane and I'm afraid I'm late. Jane hates being kept waiting. Are you going anywhere? Yes, we're going to the cinema. Sorry, Arnie. I must be off. Давайте разберем значение слов и словосочетаний, которые часто встречаются в разговорной речи. Rush – спешка, to rush – торопиться. В оживленном городе часто можно услышать фразу rush hour, что означает час пик, то есть это время, когда в городах происходит массовое передвижение людей и транспорта. Rush hour – заставлять кого-либо ждать. Фразы to ring somebody up или to give somebody a ring означают позвонить кому-либо по телефону. Фраза I must be off означает мне пора идти. Эта фраза используется в тех случаях, когда человек очень торопится. So long – дословно переводится «так долго», но в разговорной речи это означает «пока», «до свидания», то есть это обычная форма прощания, когда люди расстаются ненадолго. Привет, Боб, куда ты бежишь? Что за спешка? Привет, я встречаю Джейн и боюсь, я опаздываю. Джейн терпеть не может ждать. Вы куда-то собираетесь? Да, мы идем в кино. Прости, Арни, мне пора идти. Yes, we are going to the cinema. Sorry, Арни, I must be off. Пока, позвони мне. Прослушайте данный диалог столько раз, сколько вам нужно для того, чтобы запомнить его, а затем самостоятельно попытайтесь перевести с русского на английский, для того, чтобы развить навык разговорной речи. Привет, Боб, куда ты бежишь? Что за спешка? Привет, я встречаю Джейн и боюсь, я опаздываю. Привет, я встречаю Джейн и боюсь, я опаздываю. Джейн терпеть не может ждать. Вы куда-то собираетесь? Да, мы идем в кино. Yes, we are going to the cinema. Прости, Арни, мне пора идти. Sorry, Арни, I must be off. Пока, позвони мне. So long, give me a ring. Диалоги на каждый день. Диалог номер два. Встреча родственников. Meeting of relatives. Ann, dear. Aunt Mary is here. She is downstairs. Go and say hello to her. Good afternoon, Auntie. Have you brought my cousin Nick with you? Certainly. Hi, Nick. Let's go into the garden and play tennis. Come along, Ann. I bet I'll beat you this time. Давайте разберем значение слов и словосочетаний, которые часто встречаются в разговорной речи. Вы, наверное, знаете, что слово and переводится как тетя. Произношение данного слова в американском и британском варианте имеет существенную разницу. Послушайте, вначале британское произношение. А теперь американское. Ну, а слово auntie означает тетушка. Это ласковое обращение ребенка к своей тете. Bring somebody означает приехать вместе с кем-то, привезти кого-то с собой. To bring somebody. Come along. Это фразовый глагол означает сопровождать, идти вместе. Либо при обращении к кому-то означает пошли, пойдем. Come along. Глагол to bet означает поспорить, делать ставку, держать пари. To bet. Ann, dear, aunt Mary is here. She is downstairs. Go and say hello to her. Ann, дорогая, приехала тетя Мэри. Она внизу. Пойди и поздоровайся с ней. Ann, dear, aunt Mary is here. She is downstairs. Go and say hello to her. Good afternoon, auntie. Have you brought my cousin Nick with you? Добрый день, тетушка. Вы приехали вместе с моим кузеном Ником? Good afternoon, auntie. Have you brought my cousin Nick with you? Certainly. Конечно. Certainly. Hi, Nick. Let's go into the garden and play tennis. Привет, Ник. Пошли в сад играть в теннис. Hi, Nick. Let's go into the garden and play tennis. Come along, Ann. I bet I'll beat you this time. Пошли, Ann. Спорим, что я тебя на этот раз обыграю? Come along, Ann. I bet I'll beat you this time. А теперь попробуйте самостоятельно воспроизвести данный диалог на английском языке. Ann, дорогая, тетя Мэри здесь. Ann, dear, aunt Mary is here. Она внизу. Пойди и поздоровайся с ней. She is downstairs. Go and say hello to her. Добрый день, тетушка. Вы привезли с собой моего кузена Ника? Good afternoon, auntie. Have you brought my cousin Nick with you? Конечно. Привет, Ник. Пошли в сад играть в теннис. Пошли, Энн. Спорим, что я тебя на этот раз обыграю? Нет. Come along, Ann. I bet I'll beat you this time. Диалоги на каждый день. Диалог номер три. Разговор на работе. Conversation at work. Good morning, Miss Green. Is Mr. Brown here yet? Unfortunately, not yet. He has a business appointment somewhere in the city. Unfortunately, k сожалению, k несчастью. Unfortunately. Appointment. Запланированная встреча или встреча в назначенное время. Appointment. I have an appointment. У меня назначена встреча. I have an appointment. To give somebody a message. Передать кому-то сообщение. To give somebody a message. To expect. Ожидать. Этот глагол следует отличать от глагола to wait. Ждать. Expect употребляется в следующих ситуациях. Ожидать. То есть верить, что что-то случится, либо кто-то приедет. Или придет. Он не ожидал меня увидеть. He didn't expect to see me. Также expect употребляется в ситуации, когда мы ожидаем, что кто-то должен вести себя определенным образом или делать определенные вещи. Я ожидаю пунктуальности от своих учеников. I expect punctuality from my students. Глагол to wait употребляется, когда мы ждем, когда пройдет какой-то промежуток времени, пройдет какой-то срок. Например, подожди здесь, пока я не приду. И еще одна пара слов, которые часто вызывают путаницу. Наречие yet. В опросительных предложениях переводится как уже, а в отрицательных переводится как еще. Yet всегда стоит в конце предложения. Прослушайте примеры. Мистер Браун уже здесь? Он еще не пришел. А теперь подумайте, как составить утвердительное предложение со словом «еще». Он еще здесь. В утвердительных предложениях мы используем наречие still. Still также в определенных случаях может употребляться в вопросительных и отрицательных предложениях. Переводится как еще, все еще, до сих пор. Доброе утро, мисс Грин. Мистер Браун уже здесь? К сожалению, пока нет. У него назначена деловая встреча где-то в городе. Когда вы его ожидаете? Когда вы его ожидаете? Примерно через час. В час. В час. В час. В час. В час. Доброе утро, мисс Грин. Мистер Браун уже здесь? К сожалению, пока нет. У него назначена деловая встреча где-то в городе. Когда вы его ожидаете? Примерно через час. Через час. В час. В час. Ладно, передайте ему мое сообщение и, пожалуйста, попросите его позвонить мне, когда он освободится. Диалоги на каждый день. Диалог номер четыре. Знакомьтесь, ваш новый коллега. Пменés. В. Сергей. Примерно через. I hope we'll get on. So do I. Фраза so do I употребляется как краткий ответ, выражающий солидарность с предшествующим утверждением. В зависимости от предшествующей фразы, вместо do используется другой вспомогательный глагол. Например, I like it here. So does he. Мне здесь нравится. Ему тоже. Они побывали в Париже. Я тоже. Фразовый глагол to get on with somebody означает ладить с кем-то, быть в хороших отношениях. Его синонимом является также фразовый глагол get alone. How do you do? Переводится как здравствуйте. Это обычное приветствие при первом знакомстве. Ответом служит та же фраза. How do you do? Либо начальная фраза дальнейшего разговора. Но если мы добавим в конце местоимение it, то данная фраза приобретает совершенно иное значение. How do you do it? Как ты это делаешь? Как тебе это удается? Либо в прошедшем времени How did you do it? Как ты это сделал? Introduce Представлять аудитории, знакомить. To introduce somebody Означает представить кого-то, познакомить. Разрешите представиться. Всем доброе утро! Пока мы все здесь, я хотел бы представить нашего нового коллегу, мистера Спенсера. Здравствуйте, мистер Спенсер. Добро пожаловать в нашу команду. Здравствуйте, мистер Спенсер. Welcome to our team. How do you do everybody? Thank you. Здравствуйте всем. Спасибо. How do you do everybody? Thank you. I hope we'll get on. Я надеюсь, что мы поладим. I hope we'll get on. So do I. Я тоже на это надеюсь. So do I. А теперь попробуйте самостоятельно воспроизвести данный диалог на английском языке. Всем доброе утро! Пока мы все здесь, я хотел бы представить нашего нового коллегу, мистера Спенсера. Здравствуйте, мистер Спенсер. Добро пожаловать в нашу команду. How do you do, мистер Спенсер? Welcome to our team. Здравствуйте всем. Спасибо. How do you do everybody? Thank you. Я надеюсь, что мы поладим. Диалоги на каждый день. Диалог номер пять. Планы сорвались. The plans fell through. Hi, Jane. What are you doing here? Surprised to see you. I was sure you have already left. No wonder. I was to leave yesterday, but I couldn't get a ticket. So I'm definitely leaving tonight. I've dropped in to say goodbye again. Great. Then I can walk you out. Are you ready, Jane? It's time for us to go. Okay, let's go. Данные диалоги предназначены для среднего уровня. Но здесь также будут встречаться конструкции для продвинутого уровня. Давайте посмотрим на следующую фразу. Я должна была уехать вчера. Или я планировала уехать вчера. Здесь у нас глагол to be в форме was с последующим инфинитивом имеет модальное значение. Данная конструкция означает, что действие было запланировано заранее, должно было произойти. Фразовый глагол to fall through дословно переводится «провалиться сквозь». Но в отношении планов, предложений, сделок данный фразовый глагол переводится как «проваливаться», «терпеть неудачу», «не состояться». Планы сорвались. Также данное сочетание может употребляться в прямом значении, и оно уже представляет собой не фразовый глагол, а просто глагол с предлогом. Например, «Его снегоход провалился под лед». Фразовый глагол to drop in означает «зайти», «заглянуть», то есть «посетить кого-то случайно или неожиданно». «to drop in», «to walk somebody out» означает «проводить кого-то». «to walk somebody out». Привет, Джейн, что ты тут делаешь? Не ожидала тебя увидеть. Я была уверена, что ты уже уехала. Ничего удивительного, я должна была уехать вчера, но я не смогла достать билет. Так что я точно уеду сегодня вечером. Я зашла попрощаться еще раз. No wonder. I was to leave yesterday, but I couldn't get a ticket, so I'm definitely leaving tonight. I've dropped in to say goodbye again. Great, then I can walk you out. Здорово, тогда я смогу проводить тебя. Great, then I can walk you out. Are you ready, Джейн? It's time for us to go. Ты готова, Джейн? Нам пора идти. Are you ready, Джейн? It's time for us to go. Okay, let's go. Хорошо, пойдем. А теперь попробуйте самостоятельно воспроизвести данный диалог на английском языке. Привет, Джейн! Что ты тут делаешь? Не ожидала тебя увидеть. Hi, Джейн! What are you doing here? Surprised to see you. Я была уверена, что ты уже уехала. I was sure you have already left. Ничего удивительного. Я должна была уехать вчера, но я не смогла достать билет. Так что я точно уеду сегодня вечером. Я зашла попрощаться еще раз. So, I'm definitely leaving tonight. I've dropped in to say goodbye again. Здорово! Тогда я смогу проводить тебя. Ты готова, Джейн? Нам пора идти. Диалоги на каждый день. Диалог номер шесть. Отпуск. Vacation. I've come to say goodbye. Tomorrow I'm leaving on vacation to Egypt. В американском и британском вариантах английского Слово отпуск звучит по-разному. В американском это А в британском Также слово holiday и для британского, и для американского английского означает праздничный выходной день, религиозный или государственный праздник. Holiday употребляется как в единственном, так и во множественном числе. School holiday School holidays Фраза I could do with означает мне бы не помешало, я бы не прочь, было бы не лишним. Местоимение в данной фразе можно заменить. You could do with Тебе бы не помешало. The weather will be fine Погода будет хорошая The weather will keep fine Данная фраза также переводится Погода будет хорошая, но ее отличие состоит в том, что погода в данный момент является хорошей и мы надеемся, что она в будущем продолжит быть хорошей. То есть погода сохранится или погода продержится хорошая. News Существительное news в английском языке имеет только одну форму и может переводиться на наш язык как единственным, так и множественным числом новость или новости. News согласуется с глаголом в форме единственного числа. That is good news Это хорошая новость или это хорошие новости. При необходимости количественного уточнения используется сочетание A piece of news I have a good piece of news for you I have a few pieces of news to tell you У меня есть для тебя несколько новостей либо можно использовать такую фразу В последнее время вы очень много работали либо можно перевести как В последнее время ты очень много работаешь Подумайте, к какому времени относится конструкция Have been working Это время Present Perfect Continuous Несмотря на сложность конструкции носители очень любят использовать настоящее совершенное длительное время в повседневной речи Данное время говорит нам о том что действие начато оно длительное то есть продолжается в течение какого-то времени и момент его окончания не определен либо момент окончания действия близок к настоящему времени или тесно связан с настоящим В нашем языке нет аналогов данного времени мы используем настоящее время но по смыслу данное время похоже на начатый ремонт то есть мы начали ремонт действие это длительное то есть делаем мы его долго и неизвестно когда мы его закончим Для уточнения времени действия применяются следующие слова-маркеры В нашем предложении использовалось слово lately В последнее время недавно Recently недавно на днях All day All week Весь день Всю неделю Since Начинаю с какого-то времени For В течение For an hour В течение часа For two hours В течение двух часов И так далее Более подробно о всех временах английского вы можете посмотреть видео по ссылке Я пришел попрощаться Завтра я уезжаю на отдых в Египет Это отличная новость В последнее время вы очень много работали и вам действительно не помешал бы хороший отдых That's great news You've been working very hard lately and you really could do with a good rest Thanks I hope the weather will keep fine and I'll swim in the sea Спасибо Надеюсь погода будет хорошая Я поплаваю в море Thanks I hope the weather will keep fine and I'll swim in the sea Have a great vacation and take care of yourself Отличного отдыха и берегите себя Have a great vacation and take care of yourself А теперь попробуйте самостоятельно воспроизвести данный диалог на английском языке Я пришел попрощаться Завтра я уезжаю на отдых в Египет I've come to say goodbye Tomorrow I'm leaving on vacation to Egypt Это отличная новость В последнее время вы очень много работали и вам действительно не помешал бы хороший отдых That's great news You've been working very hard lately and you really could do with a good rest Спасибо Надеюсь погода будет хорошая Я поплаваю в море Thanks I hope the weather will keep fine and I'll swim in the sea Отличного отдыха и берегите себя Have a great vacation and take care of yourself Диалог номер 7 Опять опоздала Late again Morning all Is everybody in? Everybody except Lucy She is late as usual Don't let's wait for her Let's start Давайте выясним разницу между двумя сочетаниями In time и on time Оба они переводятся как вовремя но употребляются в разных ситуациях You arrived just in time for lunch Ты прибыл как раз вовремя, к обеду If you don't come on time tomorrow, you'll be fired Если ты не придешь вовремя завтра, ты будешь уволен On time используется, когда мы имеем в виду, что что-то происходит по расписанию в запланированное время Например, самолет взлетел вовремя The plane took off on time То есть здесь on time имеет значение вовремя, то есть пунктуально в запланированное время, по расписанию In time Употребляется, когда мы говорим, что мы пришли или сделали что-то в нужный подходящий момент Например, доктор прибыл вовремя, чтобы помочь ей То есть визит доктора не был запланирован но он прибыл достаточно вовремя, чтобы помочь In time Достаточно вовремя В подходящее время В нашем диалоге опоздавшая Люси говорит I am just in time, aren't I? В данной фразе Люси использует in time, поскольку она опоздала, то есть нарушила рабочий график пришла не по расписанию но она намекает, что рабочий процесс еще не начался и она как раз успела к началу собрания коллег Данный тип вопросов называется разделительный вопрос или вопрос с хвостиком Данные вопросы очень часто встречаются в разговорной речи Чтобы узнать, как их правильно построить посмотрите видео по ссылке Кроме, за исключением Как обычно Пунктуальный Существуют две формы построения отрицаний с let's Это let's not и don't let's Переводятся они одинаково Let's not wait for her Don't let's wait for her Morning all, is everybody in? Доброе утро всем, все на месте Все кроме Люси Она как всегда опаздывает Everybody except Lucy She is late as usual Don't let's wait for her Let's start Давайте не будем ее ждать Начнем Don't let's wait for her Let's start Oh wait, here I am I am just in time, aren't I? Ой, подождите, вот и я Я как раз вовремя, не так ли? Oh wait, here I am I am just in time, aren't I? Come in, Lucy I wonder, what can teach you to be more punctual? Входи, Люси Мне интересно, что может научить тебя быть более пунктуальной? Come in, Lucy I wonder, what can teach you to be more punctual? А теперь попробуйте самостоятельно воспроизвести данный диалог на английском языке Доброе утро всем Все на месте Morning all Is everybody in? Все кроме Люси Она как всегда опаздывает Everybody except Lucy She is late as usual Давайте не будем ее ждать Начнем Don't let's wait for her Let's start Ой, подождите Вот и я Я как раз вовремя, не так ли? Входи, Люси Мне интересно, что может научить тебя быть более пунктуальной? Come in, Люси I wonder, what can teach you to be more punctual? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok